Первый велосипед Орленок, я же тебе сказал, купил за 40 рублей на бутылках. Друзья мои, всем привет! Снова на YouTube-канале Мусорщик. С вами Витек. На связи YouTube-канал про свалку, про все то, что можно на ней найти, как на этом деле заработать. И сегодняшний видеоролик конкретно про коллекционеры вещей из помоечки. Да, очень интересно. Я, кстати, не просто так встал на фоне мусоровоза, поскольку это символизирует мой вид деятельности. И этот мусоровоз, между прочим, я собрал своими руками, и скоро на моем YouTube-канале появится видеоролик, как я это сделал практически с самого ноля. Ребят мои, сегодня гость моего сюжета – это коллекционер из Дзержинска. Коллекционирует он все предметы СССР. Полностью коллекционер Советского Союза, так сказать. Как он утверждает, все его наивещи за долгие-долгие-долгие-долгие-долгие годы, еще с советских времен, он начал собирать именно с помойки. Давайте перейдем к сюжету, к краткому обзору. Если вам это зайдет, я обещаю, что будет третья часть. Эта вторая часть будет третья. Друзья мои, постараемся, наберем просмотров, накидаем лайков, так сказать. Приятного просмотра! Меня зовут Денис. Сколько тебе? 40. 40 лет? 40 лет, да. Сколько ты и чем занимаешься вообще, чем увлекаешься? Ввлекаюсь я вообще собирательством различных вещей, которые, скажем, люди выбрасывают на помойку. Поэтому кое-что выкупается на металлоприемках, потому что жалко. Я вот потом покажу самовары, которые мне удалось спасти именно с приемки металлолома. Отец поехал покупать немножко там, скажем, эти самовары. Они не соглашались вообще никак. Мы предложили немножко больше по весу. То есть мы вес на вес поменяли латуни. И эти самовары находятся у меня в коллекции. Сколько лет ты занимаешься этой? С 98-го года. С 98-го года я начал коллекционировать. Первая моя вообще бумажка, скажем, в коллекции была. Это денежная банкнота, я ее потом покажу. Зенкарбованец. 42-го года. И с нее началась коллекция. Ну все, веди. Веди. А бутли так и стоят с прошлого моего визита. Да, пока не сдавали стихот. А что, ты бутли на стекло хочешь? Хочешь, я типа, да. Конечно, ничего себе, да. Бутли винты на стекло. Бутли винты на стекло. Так. Надо как-то по порядку. Тут столько всего интересного. Я прошлый ролик сам... Там почищено чуть-чуть. О, ладно. Чуть-чуть. Я пересмотрел, я так все бегло-бегло-бегло. И как-то вроде бы что-то показало. Вроде у самого глаза разбегались, а не показал. Так, сейчас. А тут на стоконах. Там. Все, что можно рассортировать и сдать, ты сдаешь. Правильно я понимаю? Да. Это цветмет. Да, это все. Ну ты у меня отец занимается. Все на алюминий, да? Правильно. Отец на пенсию? Приработка к пенсии. Утек на группе. Ну, по инвалидности, да, на пенсию. Так. И вот на хламе удается в месяц заработать условно тысячу рублей. Можно цифрами называть, можно сказать, больше или меньше. Легко. Легко. Все, красавчик. Больше определений не надо. И такие люстры вы отправите. Нет. Это сейчас у меня стоит на кухаре на продаже. Люди интересуются. Ну, я уже думал, ты их вложишь. Нет, нет, нет. Хотел сказать, ты что, варвар? Нет, рука не поднимется. Нет. Бронза, да, конечно. Это сейчас вот стоит на кухаре. Ну, люди немножко интересуются, но пока не звонят. Попорчик, все классно. То есть, я вот эту вот кучку за 20 рублей выставил. Да? Все вот эти вот. Так, подожди, тут, наверное, в латун столько же стоит сдать. Не знаю, мне рука не поднимется сдать в латун. Вот такие вещи жалко разбирать. Ну, да. А что-то такое, скажем, ну, уже современное все разбирается на металловом. Как твоя идея по продаже мотоциклов? Тяжелые мотоциклы я оставляю себе на реконструкцию, как я говорю в прошлом видео. Ну, еще раз в гараж сходим. Тут тоже все бегло-бегло-бегло. Вот. Сколько вообще сейчас у тебя тут мотоциклов? Не знаешь? Они все разобраны. Так, у меня в коллекции 15 мотоциклов, 12 мопедов. Это все в разобранном виде. И около, наверное, 10 велосипедов взрослых и школьников вот таких вот. Ну, что, куда повезешь? Школьники, армянки. Обзорную экскурсию. Ну, можно по порядку начать. Давай, с гаражей? С гаражей, да. Чердаки тоже посетим обязательно. Так, вот у меня опять-то надо будет трактор, наверное, локация. Просто. О, я шкатулочку забыл в прошлый раз. Да, 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 да. Ты знаешь, что ты им пихал? Ну? На том-то, что с ней случилось. Ну, ничего страшного. Ну, случилось. Чуть-чуть. Да, это ерунда. О, видишь, чуть-чуть ее. Розяла. Так и я такой же. Купил вот в прошлый раз у Дениса такую вот шкатулочку. Так, да, и на стану. Я в ней все равно буду какую-нибудь бижутерию возить. Я шкатулки вообще на рынке почти не продаю. Если продают, то, наверное, очень дорого. Но потому что в них реально удобно возить часы бижутерию. То есть, конечно, просто как тара, красивая причем. Обычно я беру, к примеру, шкатулку. Я, например, шкатулку заполняю. Как прошлый раз. Золотом. Ну, почти. 585-х годов. Если бы. Бижутерия. Ах, запах обожаю, это старинный вот это все. Да, ничего себе. Да, много. Вот сундук, например. Ага. Недавно. О, кстати, а разве он тут был? Дом разбирали, там еще ить вот это стоит. Потом мы его освободим, я тебе открою, покажу. Кстати, очень мало было плохих комментариев. Там практически проплюшки. Я, честно, даже еще не смотрел. Вообще не было времени. Все вообще хорошие, что вторую жизнь. Скажи, ты читал? Реально классно, мне понравилось. Я еще даже не смотрел. Мне как-то особо не было времени. Ну, это сломанно. Ну, ее можно ремонтировать. Давай, достанем трактор, детально поснимаем. Так. Много комментариев было. Делайте музей. Да, да. Что надо было. Или как-то свое время. Или распродаться, или делать музей. Распродать столько вещей хороших. Делали музей, как-то, ну, там что-то не сложилось. Это продано уже вот эти Тегорская шкатулочка. Ты уже продан эти штучки. Красивые, ну. Так, кстати, надо вправить. Как видите, ребята, не все лежит. Что-то продается. Да, что-то продается. Не, конечно. Вот альбомы, к примеру, я собираю. Есть люди, которые собирают по тематике фотографий. Мне вообще... Военные, к примеру. Тематика велосипедная, автомобильная. То есть все это люди коллекционируют. Я просто собираю. О, эти самые фотографии. И в старые альбомы такие вкладываешь, продаешь уже целиком с альбома. Только если с фотографиями. Мне альбомы вообще никогда не давать. Альбомы не продаются. Я пробовал они. Жалко. Хотя классная вещь. Это уже тоже продано. Что это такое интересное? Бобины. Бобины? Да. Целый ящик? Да. За сколько продал? 50 рублей. Ящик бобин 50 рублей. Это хорошая цена в любом случае. Это для любых коллекционеров. Так, тут тоже все на продаже. Уже продал или еще нет? Нет, еще на продаже. Просматриваем. Так, вот это я себе. Смотри, вот это гипсовая штуковина. На самом деле страшная. Страшная хара. О, все на продажу. Да, там все на продажу. Это брошечка. А можно то, что мы пожелаем купить, уже откладывать, да? Ради бога. Потом будем торговаться, согласимся или нет. Красивая, очень. Нет, зачем мы забудем, потом как это некрасиво получится. Очень красивая брошка. Вот еще одна. У меня большое количество клиентов, которые любят подобную советскую бижутерию. здесь тоже все на продажу. Котик красивый. Так, тут тоже все на продажу. Брошечка-змейка современная, но очень красивая. Денис пока выставляет все то, что продается, выкатывает трактор, а мы уже с большим удовольствием рассматриваем, что же он хочет продать. Ну, не зря же ехали, правильно? Да. Луки красивые. Смотри, какой очик. Так, аккуратно. Да-да-да. Прикольная брошечка. Хотя своего барахла уже столько, что, но тем не менее, коты какие большие, красивые. Где-то у тебя на фотографии видео в какой-то коробке зажигалок было много. Зажигалок? О, можно взять и на свалке рассказывать, что нахожу доллары. А хейтеры потом будут писать, да? Что они настоящие? Зажигалки я продал уже. Продал, да? Да-да-да. Уже уехали. Котики. Сегодня вот купали. Какие-то линзочки. На почту. И ты утверждаешь, что все находки, все... А зажигалки у нас у нас собирают. С металлоприемки, либо в помойке, правильно? Да-да-да-да. Ну, есть вещи, которые я покупаю. Вот, к примеру, данный мотоцикл, являдник 1Б, 49-го года. Я его купил в свое время за 10 долларов. Ого. Это было... Это копейки. Лет 15 назад. Но все равно это очень дешево. Очень дешево. И единственное, что... Очень жалко... Женя Калькинович. Товарищи, которые любители выпить, разобрали двигательный алюминий. Я не успел. Нормально. Не успели. Не успели. Мы поехали на приемку, уже машина загружена. Вот что. Вот. Есть такие люди, которым это... А продается сейчас в Киеве? Нет. 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 Мне уже предлагали за него хорошую сумму. Ты если что-то продаешь, ты говоришь, что продаешь. А люди потом в комментариях будут спрашивать. Да-да-да. И мы уже будем отвечать. То есть конкретно. Вот это продается. Все. Сейчас у меня вот эти все радиолы выставлены на продажу. О. Все. Вот это вот все. Глоберк ламповый тоже выставлены? Тоже все. Вот сколько стоит. 300 рублей вот это за это все. За это все? Да. За эту полку? Да. Я даже вообще затрудняюсь. Ну, тут прикольно на самом деле. Тут столько радиол только одних. Насколько. Одна комплектно полностью с колонками. Радио, грунтная же колонка. Там еще вторая колонка от нее. Здесь вот эти вот радио. Кстати, два штуки точно рабочие. Телевизор такой есть. Покажи. Прикольно. По-моему, кстати, даже рабочий у меня. Мара-2. В свое время в машине стоял. В машине включается тоже. Прикольный телик, да. С подножечкой чик. На это как продается. Малый глядил, все меньше. В машине. Да? Возможно, телевизор приобретен. Сейчас. Пока поставим в сторонку. Ну, меня заинтересовало интереснее. Мне кажется, ну, такой достаточно. Даже по содержанию платы его продать. Нет? Нет ничего. Ну, на транзисторах. Там, честно. Телик прикольный. И сциллограф тоже, да? Да. Ламповый. Да. Прикольно. Советский клоун. Деревянный. Скорее всего, современный. Деревянный. Это современный, да. Современный. Я хотел отдать помощь. Я говорил в прошлом видео, что есть девчонка, которая восстанавливает. Я хотел отдать, чтобы она сделала более масштабное тело. Ну, непроферционально. Некрасиво. Я хочу попробовать отдать, чтобы она сделала. Так, ну что, у нас тут стало более просторно. Ну, да. Мопед еще какой-то, я вижу, под завалами. Это верховина. А, мопеды, да? Да. Пятая. Мото 50. Да, такая. А это что за мотор? О, это велосипедик, наверное. Такое кресло на нем, слушай. 50-й. Можно. Конец 50-й, где-то вот там. Настоящая кожаная. Металлоприемка был тоже. Я еще малым на таким копею. Обалдеть. Металлоприемки. Говорят, мы плохо живем. Хорошо живем, по-моему. Да, как, ну, так это говорить, нет? Ну, люди позволяют себе повыбрасывать. Серебра килограммами, золото и дороже, кто хочет. Это точно. Волга. Советская, она на батарее квадратная. К батарее была. Здесь не нужно. Женка, поснимай. Ну, интересно, реально интересно. Интересно уже детальный обзор показать. Это и как-то потом даже видео мальчик. Ну, там почти откопались. Ули, там двигателя всякая фитня. Как это, я думаю, столько не подснял. У нее же столько было всего. Так, эта коробка тоже на продажу. Представляю, будем разглядывать, потом отдельно складывать. Коробка и цель называем. А, сразу с коробки. Опт. Опт. Да. Я понял. Прикольно. Женя, смотри, может, тебя что-то заинтересует. Поддержку наших белорусских коллекционеров. Дарю. Мало ли, может, кто-нибудь хоть по 20 копеек заперет. Ну, стол добрых дел. Это игры. Да? Положим. Хорошо. И тут не туда, и не сюда, да. Так. Ну, тут на самом деле предмета, все в шкатулочках, все как-то тут можно... Пластинки мы с тобой разговаривали. Ну, вот, да, куча вот это. Надо перебрать. Будешь перебирать или все забираем? Так. Мне надо оставить хотя бы штук около 10. Смотри. На ремонт радиолы я хочу отдать. Много человек попросил пластинок. То есть, он говорит, если есть пластинки, я тебе ремонтирую, а ты мне даешь пластинок. Стеканчик Москва и ручки. Я в прошлый раз смотрел, практически все чем-то наполнено. Да. У меня все чемоданы заполнены, то есть пустых у меня нет. Сейчас все заполнено. О, я вижу свою любимую тематику. Ребята, мельхиоровые вилки и ложки, но не все мельхиоровые, есть нержавейки. Да, нержавейки. Да. А мельхиоровые вилки с ложками продаются? Пока нет. Пока нет. Смотри, какая красивая. Я такой не видел никогда. Относительно. Комплекты будешь собирать? Да. Молодец. У меня есть коробочки заводские от мельхиоров. Вот я хочу скомплектовать их. Ну, это правильное решение. Так дороже все правильно. Так, пластинки можно убирать, правильно? Вот эти все можно, в принципе, на продажу. Потом будем с тобой общаться. Да, эту кучу яблята. Там еще вам куча. А, это я себе, по-моему, оставлял уже в прошлый раз. По-моему. Наверное. Так, это продано. Смотри, какой ящик военный. Интересно, что в нем? А, это для... Как думаешь, что в нем? Это какую-то... Это кислородная... О, не касательно. Это кислородная, короче. Плавать? Нет. А, какая разница, плавать? А, по-медицинскому... Ну, короче, помергающего кислорода давать. А-а-а. Как это на сегодняшний раз называлось? Там написано. Конечно, написано. А, он сироп. А, паспорт даже есть. Конечно. Ингалятор кислородный. Н2. Страшно представить, какого он года. Там же написано, бутылок. Нет, это должно быть. Смотри, сиропом, 80-80-80. Типец. Как раньше спасали людей. Ну, так. 89-й. Обалдеть. Прикольно. Чик. Возвращаем все на свои места. Тут ролик часовой будет. Да, тут и больше. Просто это мы детально. Я тогда бегло просто пробежал. Это Денис еще не намерен продавать железные грузовики, которых у него очень-очень много, я заметил. Пока нет. По всем углам. Там, там, там. Грузовиков ирана. У меня целая коробка советских игрушек, именно вот такого плана. Да. Грузовики, пластик, металлические небольшие. Ну, будешь хвастаться тогда хотя бы. Надо трехи раз колупаться. Конечно. Завалено, все на ответе. Это возможно продать? Современные, маловероятно. Ну. Ну, может, да, но не знаю. У меня на куфоре пока висит, но пока что там. Не продается, да? Нет, просто просмотры есть, но не желаешь. Часы с кукушками. Огромное количество, я просто вижу. Там есть разобранные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Гиры отдельно где-то у этой цепи лежат. Лежать еще надо стоять. Шесть часов. Что будем доставать на продажу? Из часов? Да. Ну, еще надо комплексовать. Денис, потому что ты мастер один делая. В принципе, они у меня стоят на продаже. На куфоре. Тоже стоят, да? Да. Давно стоят? На прошлой неделе из-за этого. Нет, не на прошлой савалом. Да. Все кучей? Да. И за сколько? 200 рублей. Тут еще вот лежит. Там вот эти, по-моему, нижние часы, они в сборе. Вот эти трое, да. С боем совсем. Да. Вот это корпус, это корпус. Пустой. И, по-моему, на чердаке там еще лежит. Так, вот еще. Накопление, конечно, просто. Не реально. Да, комплект. Так. Ну, я не знаю. Я бы взял одни вот в комплекте часы с этим. С кукушкой. Есть ли одни целенькие, Денис? Выберем? Нет, целых нет. Нет, к сожалению. Все не комплектные. Ну, как они собраны, но их надо ремонтировать. Ну, то есть просто не на ходу. Да, мастер, все есть, но не на ходу. Почему? Я бы взял. Да? Ну, выберем. Давай, ладно, сделаем обзор, потом выберем. Я одни приобрету до комплекта. Какие-то, ну, даже не на ходу пускай. Ну, главное, чтобы комплект не целый отделит. Такую, вот сколько стоит? Ну, в таком состоянии рублей 20-30. 20-30 такой. Вот в таком состоянии он будет немножко больше уже стоит. Покажи. Тут еще зависит все от сохранности бумажек. Да. Их-то их нет? Да, тут вообще. Ну, нет, вот. Если есть, то есть там по заводу еще люди смотрят, собирают. Это что, Денис тоже на часолке валяется там? Я знаю. Грузы, да. Ну, это тут в том гараже тоже много. А, там, по-моему, тоже трое часов лежит. Деда мороза будем покупать? Пока не продается. А, не продается. Эти нет. Эти не продаются. Да, сейчас пойдем. Деда мороза вообще пока не продаются, потому что я хочу собрать определенную коллекцию себе. Остальное на продажу. И я вообще-то реставрирую ее. Да. Половину на продажу. Что, у тебя знакомых реставраторов-то? Ну, так... Люди увлекаются, занимаются, потому что тоже интересно все. Так, что у нас здесь? Ну, здесь это, кстати, тоже на продажу. Вот этот магнитофон с кассетами. Я бы сказал, поднимите тут эту штуковицу. Каждый раз? Она пустая. Вот эта пустая, а вот эта вот... Покажи, прошлый раз, ну что-то так... Кстати, вот такие кружки сейчас тяжело досталось. Не знаю, по-моему... На реконструкцию мы их используем. Это точно-точно было как Великотечественное. Да. Именно вот эти кружки. Вот такого цвета. Это же видео-то. Стоянба. Сам его приобрел недавно, аукционно. Демая, ты показывай, что будешь продавать. Все, надо вот смотреть. Часы вот эти вот продавать. По 10 рублей за штук. По моему опыту, ну вот как у меня получалось... По 20 рублей они уходят на аукцион. Подобные часы продавать... Вот для меня это товар вообще непродаваемый. Я тебе честно говорю. Ну, есть просто... Да, есть у каждого человека, на самом деле, еще... Что-то продается, а что-то нет. Ну, нет, это да. Ну что, пойдем в помещение, где мы еще не были. Сейчас. На самом деле, круто было бы тут, я не знаю, но тут надо пару гектаров все бы разложить, да. Чемоданы, я же уверен, чем-то наполнены. А я даже не помню, чем и сейчас. Ну, ты даешь. Серьезно, я не помню, я не запоминаю. Ну вот, я в прошлый раз показывал Феликс арифмометр. Калькулятор того времени. Он в таком состоянии достался, он был получше немножко. То есть, металл кемпич? Да, человек его просто на улице вставлял, грубо говоря, продай, продай. Он, к сожалению, в таком же он состоянии. Сейчас посмотрим, что в секретных чемоданах. Это же я не помню сейчас. Пусто. Нет, что-то есть. Ремешки, солдатики. Что-то завалено чуть-чуть. Опасная бритва. Да. Какая-то интересная коробочка. А что у меня есть там, что? Да. Какие-то штучки. Этот фотоаппарат, наверное, что-то. Посмотрим, что в следующих чемоданах. У меня была мысль, ну, на креечке, треечек я хотя бы. Ну, конечно. Приблизительно что там. Нет, да, конечно. Женя, хочешь играть? Вах. Сейчас надо сбить Сега, между прочим. А вот советские игрушки. О! Покупаем чемодан не глядя. Нет. Не продается? Нет. Это все советские игрушки. Я даже их очень прекрасно помню. Ну, это прекрасно, да. Всякие машинки, поддачки, игрушки. Девушки. Да. И там, скорее всего, то же самое. Наверное. Мы все время... Не продается. Я чуть-чуть начинаем перебирать, а ты шильды, клей. Где ж ты столько все запомнишь? Это тоже, по-моему. А что здесь, я не помню. А, это... Вертушка елочка. Советская, да, тоже. А. Советская, да. А то, что говорят, не было еще Советского Союза. Да, все было. Все было, что хочется. Все было Советская Союза. А я там была топорная, массивная, но вечная. Чернильница. С чернилом. Обалдеть. Надо либо музей делать, либо продавать. Так вот же, у Станькова не начали, но там что-то уже некие начальства. Сейчас уже можно. То дай, то не дай, то привози. Уже можно обратно везти, но я не хочу. Я же, честно, навез мотоцикл, мопедов с Денисом туда, мы все штук крыльцы. Он подарил детям, аж интересно, хлопцам. Короче, из 20, может, 3 человека захотели. А, вот тоже, кстати, довольно старая вещица, кубок. Прикольно, да? А это от люстры. От люстры, да. А вон, наверное, дай мне, кто валяется там. И шишки. Что-то. Тоже что-то было в чемодале. Непонятно. Не продается. Нет, пока нет. Давай переберем. Вы более-менее просмотрите. Есть вещи, которые со временем становятся тяжелее доставать. То есть, когда ты что, коллекционируешь определенную тематику, например, как мы с отцом коллекционируем в Советский Союз, то есть, хочется, хочется оставлять вещи, ну, к примеру, телевизор, горизонт 206. Я его прекрасно помню. Как его переключаю? Он в рабочем состоянии. Но есть люди, которые готовы купить, к примеру, да, что-то оптом. То есть, по раздельности, как бы, можно продать, но потом ты эту вещь просто не выделишь. Это что за предмет? Это от шахтерского фонарика. Фонарика этот самый. Аккумулятор, да? Да, аккумулятор. Ну, не открылась. Он даже не хочет. А где-то, кстати, с него фонарь лежал. Да, там где-то. Давай следующий чемодан сюрприз. Я не помню, что-то. Ну, что-то, если извинить, значит, что-то стеклян... А, ну, понятно, здесь тоже. А, здесь тоже что-то есть. Можно поразглядывать? Может, катулка, смотри, какая. Это парфюмерия? Да. Ну, что-то есть, может, даже... Да, ты развернули пудру. Вот где мои часы лежат. Ничего себе, часы. Это с тазиметром. Часы. Духи. Надь. А я думаю, где мои часы? Ну, ты, конечно, класс. Серьги. Бриллианты. В оригинале. Нет? Часы, конечно. Ну, прикольно. Да, деревеннышки, катулочки. Наши документы, еще надо советские. Это был. А, пудреница. Ну. Пудреница, медальки. Вот тут у меня в основном лежит такое все. Интересная, катулочка. Дай-ка я вот эту сейчас посмотрю. А, нет, пустая. Пустая, это пустая. Просто баночка, да. Прикольно. Есть люди, которые собирают банки. Банки, да. Хватает, но этих людей с каждым годом становится все меньше и меньше, к сожалению. Ну, да. Так, а тут я уже не доставлю. Ну, ладно. Так, попробуем приоткрыть завесу. Да. Истории. Что же у нас там так положить? На, держи. Тоже детские игрушки. Детские игрушки. А, вот, кстати, советские. Камаз? Да. Татарин. Камазик. У меня их два штуки, но, к сожалению, из двух надо собирать один. Вот это игрушка, я понимаю, была игрушка. Точная копия Камаза-Татарин. Это должно быть написано. Нет, ничего не писали. Кузов не самосквальный. А, автоаппарат. Да. Пятерка, по-моему, да? А, третий фэт. Легенда. Третий фэт. Тоже ничего не продавят? Нет. Да? Там тебе было, а там основной такой. Ну, пошли туда смотреть. Сейчас я... Так. Итак, положим лампы керосиновые. Лампы керосиновые будут комплектоваться, половину пойдет на продажу. У нас есть человек, который занимается восстановлением и их продажей. Уже в восстановленном полностью варианте. Так. И по стенам лампы он лежат, сколько хочешь. Да, полно. Ну, там почти откопались. Почти откопались. Все собрали их заходы. Сегодня вывез и все. Вот здесь у меня находится часть мотоцикла. Ну, туда не завалены все. Где-то там. Я бы так скажу. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Там десятый стоит. Ой, я такие весы продавал, похожие. Тоже человек на металлопрёмки. Ну, я мусор выводил. У меня были такие. Очень долго я их продавал. В итоге он их... Здесь в основном у меня... Кирогазы. Техника находится. Лявый-мавый. Тоже советская, кстати, игрушка. Да, фантазит. Так, скорее всего, коты надоели. Ладери. А тут сколько коробочек? А это ее на продажу вставляю. Я привожу что-то. О, советская кукла. Сейчас взглянем, советская или нет. Про чем определяют? А здесь есть клейма? Или нет клейма? Ну, это позднее. Или нет клейма? Это позднее. Это, кстати, можно на продажу. Ну, давай тогда. Вот что на продажу в сторонку. А мы будем уже думать. Да. Что предлагают продать сразу в сторонку в этом глазу? Я удивился, что у тебя нет ни одного мельхиорового подстаряня. Вот эти серебряные попадают, там всякие, но мельхиора ни одного. Я вот был этому удивлен. Очень. Что нету предмета моего коллекционирования. Нету, нету. Тоже на продажу. Тоже на продажу. Хоть немножко освободим. Так, ну это, по-моему, комплекты. Надо ему. Да, да. Конфетница. На самом верху шифер подпирает, я вот вижу. Где-то? Да. Для девочек нет. Она не достает до туда. Не достает? Нет. Правильно. Учужок. Ну их тоже, кстати, довольно редко стало находить. Раньше они попадались. Такая конфетница. На продажу. Вот. Хоть что-то пойдет. Классная, толстенькая, красивая. Представляем. Это безмен. Да, безмен. Тоже с твоей коллекцией. Да. Так. Что у нас? Чайник. Фазешный. Ну это где-то конец 70-х, 80-х. Чуть-чуть есть. Значит, выйти не надо. Ну если на продажу пойдет, то... Я же выйти не надо. Забирать. Здесь у нас любители чайников, ну... Битые, это конечно... Да, да, да. Так, это я себе оставлю. Систематические такие. Смотри, какие бутсы. Это... Чукованый в Агором. Да, да. Полностью комплект есть. Самодельное. Если кто любит тебя, я не знаю. Любитель деревяшек. Дарю. Может быть и такое. Не, ну всякие бывают люди, которые собирают... Недавно... Может кто-то резал. Может школьники резали. Были подобные вещи. О, кстати, еще, наверное. Мельхиор. Мельхиор. Да. О, кстати, надо в ту кучу его положить. Видишь? В ту кучу. Он у тебя так вот тут и пропадет, понимаешь? А такие есть ложечки? Вот интересные, например, вот разные. Все будет пока храниться. О, смотри, какие со звездочками прикольные. У нас по... Да, вот эти я оставлял. Можешь в семь раз пройти и еще что-нибудь найти. Огромное количество пропадает. Вот это туда, в коробку, Туниси, там, где было я. Весы советские. Велосипедов на стенке сколько весит. Ём-моё. Вот такие весы. А с мёрок печных. Вот смотри, весы такие. Ой, извините. На металлоприёмке 10 штук лежат. Я только одни оттуда. Дёрну. А вон весы Минск. Вот я те продавал. Минск. На, да ну вот такие же. Вон они стоят под деревяшкой. Вон весы. На вёдра носили. Минск. Какая-то интересная бутылка там спрятана. Там... А где? А что, попадали? Глян, точно. Желейные машинки попадали. Двёрок печных. Ём-моё. Там были. Унижу они, они же стаи. Там утюги. Это всё тяжёлое. Стоит на узкой полке. Да. Ну что-то тут не... Это... А, советские эти. Стаканчики. Комплект. Новенький. Просто пикет. А вот это, кстати, по-моему, комплект. Горный, да? А вон ещё... Да, да. Кошки, кошки. Там он ещё пластинки, винил. Будем доставать. Где-где-где? Вон, 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 вон. Да, это, боже, и там они битвы, что я говорю, всё-то. Я не знаю, не опомню, что это будет. А где, знаешь... Ну, тебе придётся лезть. А я попробую так. Там ещё... Там ещё... Вот это шаши над проходной вещей, или тоже... Вот эти вот... Это вокзальные, нет? Да, да, да. Вокзальные. Вокзальные. Ну, проходная, вокзальные. Обычно... Я думал, самоделка не. Это заводское. Ё-моё! Так, на, куда занеси, это ли даже почти... Там и написано выход. К часам туда. А, там это комплектные. Кукушка. Да, вот эти комплектные. Ой. Так, это сюда. Да, мотоциклы вон стоят, действительно. Баком сюда один. Вот тут, наверное, это заднее колесо какого-то мотоцико. С номером даже. Они почти все с номерами, да. Всё пропадает. Ну, доставай пластинки. И полезем на чердак на экскурсию. Надо у меня, не надо. Я думаю, он кроме тебя никому и не надо. Да. То есть, не пускай валяется. Спасай историю. Деду, деду, деду. Меня деду поменяют. И он любит. Стекло? Да он собирается подряд. На чемодане глядишь, что лежит, как не скинулась по башке. Угу. Ну, вон залезя. И коробки что-нибудь тогда висит. Так странно. Здесь, наверное, Высоцкий будет весь комплект. Скорее всего. Я не помню. А, это те, что привезли после дождя. А, послепали. Да, их надо расклеивать. Они все слившиеся. Есть, конечно. Какой-то леса, сказка. А, да. Да, это последний раз, что привозили. Ну, тогда уже, когда будут в состоянии. Да. Вот я буду их разлипать. Ну что, на чердак? Тут просто нереально что-то достать. Здесь, да. Я не вижу, чтобы можно было. Ну, здесь в основном технику было. Впрочем, да. Но основной у меня здесь техника хранится. Русская литература. 1960 год. А, тут что? Учебник для... Да, румяк. Смотри, учебник для 8 класса. Средняя школа русская литература. 60 год. Пипец. 58 год. 58 год? Да, поднятия целины. Вот это литература в 60-м году. Тут все тоже люди выбрасывают. Я уверен, что тогда учили совсем по-другому. Даже кто-то карандашком писал 1905-1912. Класс, конечно. Так, что теперь на... Чердак? Чердак на этот полезен, на гараж который. Сегодня нашел. Вы? Да. А, вот эти брошки, это вы сегодня нашли? Да, да, да. А как нашли? Какая история была? Ну какая, обыкновенная, как обычно. В контейнере? Естественно. Обалдеть. У пакетики с салафановым. Красивая, реально красивая. Лестницу я сбоку поставил. Как обычно. Это его были там бунши, мунши. Советская игра, типа кубик, только столбик. Ну, шарики перекидали. Кукуруза. Кукуруза. Да, да, да. Ну, пакетики. Это его фигня. Это такие-то. Или менее. Каждый день вы ходите поездку? А что мне делать? Люди на работу. Я в 8 проехался. Раз дал на 90 рублей стекло. Сегодня на 50 бумаги. Плюс этой всякой фигни понахожу. У меня к пенсии, знаешь, как-то оно хорошо. Ну да. На машине ездите? Конечно. Специально Акадика я так купил, чтобы... По контейнерах? А 500 килограмм. Лазите пофигу. Нормально. Нормально. Да. Сколько вы уже ездите по контейнерах? С 50... Эээ... 68-го года. С 68-го года прошлого века. И стали обращать внимание на то, что люди выбрасывали. А тогда же не принимали ни цветмет, ни жилья. Ай-яй-яй-яй. Пионеры тянут в школу железо-металлолом. А я деду-инвалиду войны на кони сдаю за бабки. Да. Тут первый велосипед Орленок, я же тебе сказал, купил за 40 рублей на бутылках. Вот. Пили 20-й магазин был там. Ну вот по дороге по Минске. А там напротив лужок сейчас строится магазин большой. Квасили. Я брал бутылки, мыл 40 рублей. Батька получал 70. И он мог купить мне велосипед? Не мог. Должность пятера была. Мать, мне говорится, я за 40 рублей себе Орленочек купил. Ну типа вот Орленочек стоит. Вот такие. 40 рублей стоил. Я сам заработал, наверное, первый велосипед в 68-м году. Так, Денис уже бодрит чердак. Нет, что там. Пошли. Ну, ай-ка, все полазить. Пойдем, и мы полазим. Надеюсь, видео вам понравилось. Оно действительно наберет хотя бы пару. Сотен тысяч просмотров. Но это только мечтать. На самом деле, хотя бы тысяч 20. Поддержку этого милого человека, моего творчества и проделанной этой работы. Ребят, также накидайте лайки, комментарии, что вы думаете по всему этому поводу. Ну, а я начну готовить для вас уже третью часть коллекционера из Дзержинска. Мусоровоз, кстати, и века. А почему и века, а не мас, я вам тоже расскажу очень-очень подробно. Но это будет чуть-чуть позже. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok